Девчонка 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 Пойду в саду в кино, охочусь в кино И пою все вместе Я готов молить, колок, о-о-о Крутит головой, залетает ног Такая ты грустит, холодная, как дик Слух мои глаза, влево-право, в потолок Я готов молить, колок, о-о-о Крутит головой, залетает ног Такая ты грустит, холодная, как дик Слух мои глаза, лево-право, потолок, все вместе. Ай-яй-яй-яй, ягоду малинка, ой-ой-ой-ой-ой, ты моя грустинка. Ай-яй-яй-яй, ягоду малинка, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо! Энерджайзер сегодняшнего выпуска – Хабиб! Привет! Привет, Коль, очень рад тебя видеть, шикарно выглядишь. Я тоже тебя рад видеть, но почему, когда ты поешь «Ягоду малинку», ты все время в красных штанах, в белой футболке, в панамке, ой, или в ленте в этой? Это что это? В ленте, да. Это скотч? Это скотч, чтобы держались волосы. А, уже? Уже. Давай мы тебе, что ли, подарим тогда что-нибудь? Давайте. Квартира в Москве. Что-нибудь из вашего. Квартиру в Москве, мне кажется, он уже на «Ягодской малинке»-то. Вообще, да, с этой «Ягодской малинкой»? Ты еще не купил квартиру? Пока еще нет, но был не против. Слушай, мы тебя благодарим. Во-первых, такая энергетика сумасшедшая, так позитивно все. И нам не хватает для того, чтобы сотня стала полноценной одного эксперта. Поэтому я тебя приглашаю занять почетное место нашего эксперта рядом с Сергеем Лазаревым. И чтобы сотня, наконец-то, слилась в едином порыве. С удовольствием иду. Ну что, сотня, я иду к вам. Чтобы там никаких грустинок. Только малинки. Да. Все. У вас прямо, у тебя ягода малинка, у Сергея сладкий вкус малины. Что такое сезон на ягоды? Мы сейчас поговорим про этот малиновый джем. Давай. Приходи. Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать на шоу, которое пятый год набирает высоту. Мы парим в пространстве чистых нот, глубокого звучания и несравненных талантов. Потому что мы самый грандиозный вокальный проект страны. Ну-ка, все вместе. Добро пожаловать на борт. Позади меня находится стена экспертов. Бизнес-класс нашего авиалайнера. В отличие от обычного рейса, билеты сюда не продаются. Каждое место заслужено многолетним опытом. В креслах расположилась наша жюри. Это представители всех музыкальных жанров, авторы, исполнители, композиторы, преподаватели, юные дарования, опытные аксакалы эстрады и даже фонеатор. А главным капитаном этого воздушного судна раз и навсегда назначен блистательный вокалист, птица высокого полета Сергей Лазарев. Огромное спасибо, Коля. Здравствуйте, уважаемые зрители. Привет, сотня. Итак, пристегиваемся. Мы отправляемся в новый полет. Скорее всего, немного потрясет. Ну, в смысле, что будет потрясно. Ну, а я, как главный капитан, буду следить за порядком на борту. Удачи всем. И полетели! Наши правила не изменились. Каждый участник должен выступить так, чтобы эксперты встали и подпели ему. Сколько человек на стене поднимутся, столько баллов наберет вокалист. Трое лучших займут места лидеров, но только двое из них пройдут в полуфинал, где их ждет дополнительный отбор. А уже в финале мы разыграем звание победителя и главный денежный приз. Пять миллионов рублей! А также от нашего информационного партнера радиостанции «Новое радио» победитель получит сертификат на создание оригинального сингла и ротации его в эфире «Нового радио», где звучат только суперхиты и суперновинки. Пристегнитесь! Впереди музыкальная турбулентность. Мы начинаем самое мощное вокальное шоу. Ну-ка, все вместе! АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня нам предстоит замечательный полет на лайнере. На высоте нам будут предложены полохладительные напитки, а также замечательные конкурсанты, которые нас удивят своим искрометным талантом, своей харизмой. Нужно, короче, если тебе нравится, то встаешь и подпеваешь. Вот это я знаю. Молодец! Карл Вебер сказал, музыка-то истинная, всеобщая человеческая речь. Ты согласен с этим? Вот насколько это мудрое высказывание. Люди приходят сюда совершенно разных национальностей, поют на разном языке. И мы все реагируем на искусство, на музыку. Вот я бы хотела, чтобы сейчас вышел такой человек, который будет петь на языке, который мы все поймем. Не в прямом смысле, а на языке музыки, который будет понятен каждому. Всем привет! Меня зовут Бек Исраилов, мне 30 лет. Я из Бишкека, Кыргызстан. Я очень люблю петь, пою с детства. Люблю петь романтичные песни, песни про любовь. Обожаю этот стиль, в стиле соул. У меня брат очень хорошо играл на гитаре. И меня никто не учил, я сам смотрел, как он брал аккорды, и я запоминал. И когда мне было 13 лет, я уже мог петь и играть на гитаре. Было такое, что я пришел в школу, захватил гитару, и там всех удивил. Мои одноклассники не ожидали. Вот, вообще, с этого и все и началось. После этого я начал развивать игру на гитаре, начал выступать. И когда мне было 15 лет, я уже вышел на большую сцену. До этого я участвовал на международных конкурсах, телевизионном проекте, участвовал первый раз. Сюда на конкурс я приехал со своим менеджером. Она же и стилист, она же и продюсер, и, конечно же, любимая жена. Я ей доверяю, я всегда с ней советуюсь. У нее очень хороший музыкальный вкус, поэтому она здесь, чтобы поддержать меня. На самом деле, я сейчас очень волнуюсь, так как я выступаю первым. Для меня это примера, так как я до этого никогда в жизни не выступал перед сотней жюри. Честно говоря, чуть-чуть волнуюсь, но я постараюсь выступить на все 100% и пройти дальше. Здравствуйте, уважаемая сотня. Меня зовут Бек Исраилов. Я из города Бишкек, Кыргызстан. Волнуйтесь все равно, Маша. Ну, представляешь, если бы мы там с тобой все стояли, я бы съела бы все губы, а не кусала. Субтитры создавал DimaTorzok Все, сейчас стоточка будет. I see the questions in your eyes. I know this way, you know your mind, you can be sure. I know my part, cause I stand beside you through days. You only cry those happy tears. And do I make mistakes? I'll never break your heart. And I swear, by the moon and the stars in the sky, I'll be there. And I swear, like the shadow that's by your side. I'll be there for better words. Till that on this one, I'll love you with every beat of my heart. I swear. I swear, by the moon and the stars in the sky, I'll be there. Baby, I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there for better words. Till that on this one, I'll love you with every beat of my heart. I swear, by the moon and the stars in the sky, I'll love you with every beat of my heart. Спасибо. Да что же это такое происходит, что же начало? Спасибо. Нет, не все. Давайте посмотрим, сколько голосов набрал бег Исраилов. Спасибо, спасибо большое Ну вот это начало, 99 баллов Ну это просто сенсация, я бы сказал А кто же нам испортил Красивую соточку Всю малину Кто испортил нам всю малину Самый кудрявый эксперт Это твой любимый эксперт, Сергей Ну что ж, а я стою Рядом с Евой Власовой Она у нас финалистка третьего сезона Поднялась на третьей секунде Даже на первой секунде Я поднялась на первой секунде Я объясню почему Потому что я знаю, как это выходить на эту сцену Я просто для себя поняла Что если мне с первой секунды нравится тембр Я встану и подержу участника Чтобы ему чуть-чуть легче было еще раскрыться Чтобы еще больше показать Но ты понимаешь, что это не всегда правильно Не всегда Ты просто такой добряк Здесь такой песок Здесь такой тембр С самого начала Вы иногда встаете ровно на две фразы Кто-нибудь видите, поет там А потом пошли Я считаю, что я правильно сделала Пускай эта миссия в сотне будет у тебя Остальные, пожалуйста Отдайте мне эту миссию Вы очень органичны в этой музыке И вообще все в вашем выступлении было прекрасно Я вас поздравляю, замечательное выступление Спасибо большое Очень приятно, спасибо Ну что ж, я иду в ящик Пандоры К нашим двум титанам Виктор, привет Привет, Леша, привет Ты посмотри, бешкекская молодежь Красивая, стильная Да уникальная, уникальная Сразу скажу Просто зацепилась первой Вот как только запел Круче даже оригинала мне так показалось Голос просто Я думаю, дай бог тебе большой дороги Это у тебя прекрасные возможности Я просто в шоке На самом деле Я не ожидал первый номер Ну так круто Испортил все настроение, да? Да Я сказал уже, Леша, можно уходить Понимаешь? Это только начало Спасибо, спасибо большое Алексей Баисаламу алейкум Алейкум асалам Да, я очень рад, что Знаю ваш язык Знаю ваш язык Совсем немного Ну действительно Начало просто Помрачительное Потому что 99 баллов Это такое В общем-то Взлет И мы взлетели Прям так круто Как будто это Какая-то ракета Поэтому действительно Это здорово Спасибо большое Спасибо Спасибо Этери Этери Да Боже мой Какая ты сегодня яркая Розовая Боже мой Какие у тебя вот вообще Как это называется? Это барби Барби Не знаю Крылья Крылья Я на взлет Я сейчас полечу на первый ряд Бег Исраилов Уже готов Это настоящее имя-фамилия, да? Да, имя-фамилия Уже готовый сценический псевдоним Вы пленили Уши Сердце Мозг Вы эту песню пропустили через себя Безусловно Вот мы сейчас с Арсением разговаривали Что Вы даже звучите лучше Чем оригинальный исполнитель Нам так показалось Спасибо Во всяком случае Спасибо А поверьте, мы слышали за свою жизнь очень много Есть у вас авторские песни? Есть А на каком языке? На кыргызском На кыргызском Ну, спой на кыргызском Спойте, пожалуйста, что-нибудь На кыргызском Услада для ушей Белбейм қайдан Жар алғансын сен маға Маңдайыма Бүткен жалғыз бақыттан Сені сөйдім Бүткен жалғыз бақыттан Бүткен жалғыз бақыттан Мені сөйдім жалғыз бақыттан Бүткен жалғыз бақыттан На английском языке Я бы вздернулся Это камерная история Это откровение Это пожелание Это творческое подношение Если вы берете на английском языке Так дайте мне возможность Прочувствовать, что туда вкладываете Сейчас вы спели песню на кыргызском Вложив всю душу Весь национальный колон Так это слышно Это слышно А вот нет, что значит Если вы поете английский, вы вдруг поняли А если на другом человек поет в языке Которого вы не знаете Как вы поймете Мне кажется, даже в английском, в русском, в китайском В каком угодно Можно понять Меня пробило просто до глубины души Первое исполнение Неважно, как он поет Если человек с музыкальным ухом Он не может пропустить этого артиста А все остальное А все остальное Это вкусовщина Когда приходят люди Петь на русском языке песни советского периода Вы первые встаете и кричите Мне не хватило понимания Мне не хватило смысла Вы не прочувствовали Анну Герман Вы там требуете смысла А в английском вы говорите Но он же красиво спел Везде Так где требование смысла Песня о любви Творческое подношение Где эта любовь была Смотрите Мы говорим по поводу того Что ваш Вот в отборочном этапе Вообще в каждом этапе Важен каждый голос Для человека, который стоит на сцене Это В каком-то степени Решается судьба, правда? И вы сейчас решаете судьбу Каждый из нас решает судьбу этого артиста И вдруг вам где-то там Показалось, что не было смысла Но мне кажется, что просто Это действительно очень субъективно И действительно дело вкуса Ну так конкурс любой Это субъективная мысль Тогда нужно иметь одно старшинство мыслей Которые скажут Вот это классный артист Здесь все классные артисты Здесь приходят люди с музыкальным образованием Давид, мне так приятно Что вы сидите у нас Спасибо Уже несколько передач И наконец-то вас прорвало Так вы до меня не доходили Вы все к Рыгиной да к Рыгиной Ну вот теперь дошли А сегодня на Денис мне в одиночку Теперь я буду думать в следующий раз Идти мне к вам или не идти Нет уж, приходите, Николай Ну я честно могу сказать Вот когда начался первый сезон Наука все вместе Тогда у меня появилась связь с психологом Да? Да Сейчас у меня их два То, что происходит на стене Это просто... По-моему, это здорово Я не могу передать это словами Какие дебаты, какие страсти Хабиб Ты вообще понимаешь, куда ты пришел? Это спиральтист Может ты задал вопрос, зачем тебе? Я думал, просто человек споет Мы все встанем, споем и все А здесь Санта-Барбара какая-то Да, Санта-Барбара Та-та-ра-та Поехала, да? Та-та-ра Действительно Ты запомнил, что у нас уже один антигерой есть? Ну мы еще посмотрим на его поведение, да? Что ты мне показываешь? Кстати, я с ним знаком, он всегда такой Какой позор Вредина еще тот Нет, на самом деле Давид просто добавил нам ярких красок Если бы он тоже встал, мы бы сейчас уже просто... Уже патока была бы Мы бы, во-первых, не услышали исполнение Еще одно, правильно? Поэтому это очень здорово, Давид, что вы сегодня здесь с нами Я честно был в шоке с первых секунд от вашего тембора Поэтому большое уважение Желаю вам стать просто мега-крутым артистом Чтобы вы также радовали нас уже своими песнями Хабиб, а ты же до того, как начал петь, ты был следователь или... Криминалист Криминалист, что ты можешь сказать про нашего участника? Это абсолютная правда, да, я был криминалистом А подскажите, пожалуйста, вы кем работаете? Или вы прям вот музыкант-музыкант? Да, певец Вот, отлично Поэтому... Боже мой, как скучно, да? Да Шикарный допрос получился Ну что ж, и Сергей Лазарев Это невероятное начало нашего шоу Мы обещали высокий полет сегодня И турбулентность Целый лайнер И турбулентность, собственно, тоже обещали Что нас потрясет Вы нас потрясли Своим голосом, своей уверенностью Мы часто говорим о том, что Ну, скидку можно дать человеку первый вышел Там, баллов подбавить Здесь ничего такого не было Вышел уверенно и сделал Абсолютно профессиональную работу Спасибо И хочу заметить, что Это редкий случай, когда Сергей Лазарев Стоя, говорит только хорошее С результатом 99 баллов Бег Исраилов проходит на подиум лидеров Заметь, я начинала говорить о чем? Про язык музыки, как говорил Карл Выбор, да? Да, да, да И вот он пришел и заговорил с нами на одном языке Да, после него, конечно, сейчас следующему участнику будет сложно Да почему? Это опыт, они должны это понимать Что они сейчас выходят И должны быть еще лучше, чем они есть на самом деле Первый участник занимает место в тройке И теперь может спокойно наслаждаться шоу Конечно, его могут сместить с первой строчки Но от него это уже никак не зависит Мы продолжаем самое масштабное вокальное шоу страны Ну-ка все вместе! Только начали, а уже дебаты Ну что, друзья мои, у нас сегодня с вами такой квартет мужской Я думаю, что мы в основном будем любить всех девушек, которые выйдут на эту сцену Начинается Здравствуйте, меня зовут Мария Семенова, я из города Казань Я умею петь практически в любом жанре Поскольку более 20 лет я занимаюсь озвучкой рекламных роликов по всему миру Поэтому за мою карьеру мне пришлось петь в разных стилях, в разных жанрах Мой самый первый ролик, который я записала в своей жизни, звучал так Вот какой любимый наш чебоксарский трикотаж Это было очень запоминающееся Причем мелодию я придумала сама Мне просто дали кусочек музыки и текст И я должна была придумать, как это разложить и как это спеть Ну вот как-то так И поэтому те возможности, которые я в записи, которые использую, они очень помогают в дальнейшем строить голоса Петь бэки, например, самой же себе для каких-то песен Потому что когда тебе дают текст и музыку, ты должен сам придумать мелодию Ты должен сам разложить это по голосам, спеть Может быть какие-то настроенческие моменты сделать Поэтому это в профессиональном смысле мне очень помогало на протяжении всего времени Я своих детей, например, тоже, когда я работаю как педагог, я своих детей обязательно учу Слышать музыку, уметь петь разную музыку Пусть это не выносится на сцену, но в кабинете мы обязательно пробуем разные жанры Это очень круто Если человек поет душой, если артист поет душой, это трогает всегда В каком бы он жанре не был, в каком бы он весе не был, в каком бы он цвете волос не был и так далее То есть это не важно Если человек искренне делает свое дело, это всегда найдет отклик у зрителя Всегда Ну вот тут должен быть голос, там ему есть где жить Вот наши люди, вот же, вот я этого ждал Здесь проект Здравствуйте, уважаемые сотни Меня зовут Мария Семенова, я из города Казань Я рада сегодня подарить вам частичку своей души У меня ассоциация с оперой почему-то У тебя нет? Или с советской эстрадой А вот у меня прям с оперой Ты сейчас электронную запоешь? Но, как я Ну что ж, опять Ты хочешь в старое играть Краски и гриф Тоже похоже, профессиональная певица Волнуется, волнуется, да Понять пора Мне больше не нужна игра Я встаю, ребята Слышишь? Шепчу тебе Пора Карточный домик сломать Я не желаю играть Время в пустую идёт Что упадёт, пропадёт Вся жизнь не так С проблемой путаешь пустяк Главное прячет мишура За днём года упала не одна звезда Слышишь, кричу тебе пора Карточный домик сломать Я не желаю играть Время в пустую идёт Что упадёт, пропадёт О-о-о, о-о-о-о Главное прячет мишур Ар-ра! В-у-у! А-а-а-а-аа Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, дорогие друзья, Мария Семенова сколько голосов набирает? 95 голосов. Спасибо. Родион, ну как тебе наше начало? Невероятно круто. Филиграмно, красиво, мощно и очень круто. Спасибо большое. Я это воспринимаю не как работа, а как праздник, где я прихожу послушать хорошее исполнение, хорошие песни. И у тебя, кстати, классная песня мне нравится про девочку. А. Нет, не Люси, что это? Я про сегодняшний трек классный. Люси, кстати, тоже была про девочку раньше. Да. А, да? Да. Нет, девочка хочет в небо. Спасибо. Да, очень классная песня, да, правда. Вы знаете вообще, что на самом деле эту песню написал Андрей Резников? Виктор Резников. А, Виктор. Ну, Андрей Резников тоже пишет, это его сын. Стихи Лилии Виноградовой, а пела Ирина Отьева. Да. Ну, тогда расскажи нам про эту песню, чтобы Давид понял смысл. Это моя любимая песня. Я когда выпускался из Лос-Анджелесской всемирной школы вокала, заканчивал, я ее спел... Ой, ну сейчас, подожди, мы должны немножко потерять сознание. Нет, не надо. Я просто нет, я хочу вам рассказать просто небольшую маленькую историю. Я ее спел на русском языке, и мне мой педагог сказал, что это лучшая песня, которую он слышал в своей жизни. Лучшая песня. Но, есть одна небольшая история, которая связывает нас одна из, с Этери. 2013 год, Этери готовилась к одному проекту, и позвонила мне, говорит, помоги мне, я не знаю, где там вдохнуть. И мы с Этери всю ночь гоняли на этом дыхании, чтобы гоняли по телефону, на дыхании, на диафрагму, чтобы спело... Давай, Мася, поем. Пора карточный домик сломать, я не желаю играть. Время впустую, и дешево падет, то не пропадет. Ну давайте это обсудим. Вот какие у нас эксперты на стене, дорогие друзья, какие вокалисты. Видите? Браво. И я хочу вам сказать, что мне ваша интерпретация очень понравилась, вот эти ваши частые певания. Но попробуйте, вот потому что на самом деле Виктор эту песню создавал мне... Отеева говорила об этом. Он ее именно просил петь. Пора на одном дыхании карточный домик. Увидите, сколько из вас здесь выйдет еще души и трепетно, понимаете? Попробуйте это. Еще лучше будет. Андрей, я же полстиной, кстати, пробуете. Спасибо. Саша Даль. Сашенька. Я тоже обожаю Виктора Резникова, во-первых. Обожаю его творчество, знаю тоже прекрасно эту песню. И мне, наверное, больше всего не понравилось, что я с самых первых нот... Вот вроде бы у вас и голос льется, и вы очень красивый, и вы такая приятная. На вас смотреть одно удовольствие. Но черт возьми, я человек, который почти никогда не потеет. Я сидела, у меня ладони вспотели. Я все время переживала за каждую ноту. Я не знаю почему, такая напряженность присутствовала, что я не смогла даже вдуматься ни в смысл песни. То есть для меня это было так, несмотря на то, что я эту песню прекрасно знаю. Поэтому, наверное, можно сказать, как говорит Сережа, нельзя такое делать. Я приберегла свой голос для следующего исполнителя, который действительно делает так, чтобы я расслабилась и получила удовольствие. Но вам все равно спасибо большое, потому что я его на самом деле действительно получила. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Саша, спасибо. Мне понравилось, что когда вы сказали, что вы никогда не потеете, у вас вспотели ладони, сестры Зайцевы так перевернули свои руки, посмотрели, о, у нас есть ладони, а у нас так не бывает. Девчонки сразу отреагировали. Девчонки, красивые мои, любимые, невероятные, а вам как исполнение? Я хочу сказать, что вот у Сашеньки, у нее вспотели руки, потому что она допряглась, а у нас они вспотели, посмотри. От кайфа, который... Девочки, вы просто мироточите. И просто от кайфа и такой любви. Иконы российского шоу-бизнеса. Давайте им аплодируем, дорогие друзья. В ее облике, в ее улыбке, в профессиональной подаче. Это было что-то потрясающее. Я не то, что не увидела какого-то напряжения Зайцева. Ну не перебивайте, блин, так всегда, кстати говоря. Ну, опять же-таки, низкий вам поклон. Вы настолько хороша. Браво! Браво! Спасибо, спасибо. Хабиб. Вы из Казани, да? Да. Я очень рад, потому что я тоже из Казани. Я знаю. Вообще прям такое счастье видеть вас здесь. И знаю, что вы моя землячка. И, конечно, я безусловно стал не из-за того, что вы моя землячка, а из-за того, что вы действительно классно поете. Я получил невероятное удовольствие, слушая вас. Я очень рад, если вы пройдете дальше в полуфинал. Буду рад. Спасибо. Сергей Лазарев. Мария, вы, конечно же, волновались. Но мне кажется, что это никак не сказалось на качестве вашего выступления. Волноваться это вполне нормально. Естественно, вас это не выбило. Дало определенного адреналина в кровь. Мне кажется, сегодня такой уровень, и мы действительно такую планку задали. Посмотрите, второй участник и бьет выше 90 баллов. Потому что это юбилейный сезон «Ну-ка все вместе». И каждый участник нам как подарок. Спасибо. Ну что ж, со счетом 95 голосов наша очаровательная Мария занимает второе место в тройке лидеров. Спасибо большое. Какое роскошное начало. Потрясающее. Энергетика участников. Такая добрая, прям положительная. Да. Любые артисты волнуются перед выходом на сцену. В нашем шоу участники волнуются стократно. Ведь их оценивает сразу сто экспертов. Поэтому давайте поддержим следующего участника юбилейного сезона «Ну-ка все вместе». А тебе не хочется впустить немножко такой энергии? Чем-то в щенке. Может, подожди, может, на третье. Немного перчинки. Считаем до трех, пусть это четвертый будет. Сладенько все началось. Может быть, сейчас выйдет какой-нибудь участник и как... Всем привет, друзья. Меня зовут Куренков Игорь. Мне 32 года и я из города Новосибирск. По профессии я звукорежиссер. На базе колледжа я преподаю, собственно, звукорежиссуру. Студентам и школьникам. Также у меня есть музыкальная группа, где мы с ребятами играем поп-рок и развлекаем людей. Последний раз сольно выступал очень много лет назад. Наверное, может быть, в 2000-х и начало 2000-х. В остальное время я привык на сцене находиться с ребятами, с музыкантами на сцене. А здесь я сейчас один и немного волнительно. Вот. Очень волнительно. Волнительно тем, что я на сцене буду один. У меня не будет моей команды сбоку, рядом, за спиной. И именно поэтому это очень волнительно. А еще это конкурс. Там будет сидеть много незнакомых людей. Мне больше нравится дровить на сцене, общаться с людьми. Я вот еще по этому поводу волнуюсь. И как к ним можно там обращаться на сцене? «Эй, давай все вместе там». Надо ли так делать, не надо, я не знаю. В основном это выходишь на сцену, скрипнул «Хэй», и они все тебе «Эй-эй-эй-эй». И все, они твои. И ты делаешь с ним, что хочешь. Здесь не так. Всем добрый вечер, дорогие друзья. А голос-то какой? Меня зовут Игорь. Я из столицы Сибири, город Новосибирск. Желаю всем хорошо провести время. Спасибо. Лев Борисович, это на вас. Это сын Лев Борисовича, что ли? Смотри, рука дергается. Рука дергается. Он не рука, это он просто вот так пальцы делает. Это колечко у него. Это немножко себя успокаивает. Лев Борисович Рудин в молодости. Посмотри, как похож. Да, похож, похож. Он, мне кажется, сам не верит в то, что будет петь сейчас. Из блокнота в мусорку, листики как в пустоту. Ребят на кухне и умс. Низка ему. Дождь холодный по щекам наберет воды в стакан. Но цветок не поливает вовсе. Номер блока, сердце блока. Новый жизненный урок. Густой голос какой большой. Себя влюбляться не проси. На двери опять замок. Чувство в дым под потолок. Песня нет ее, но мы ее не нашим вообще. Раз, два, три кавычки. Сигарету с пичкой. И до тла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему картичка позовет, и ты опять сорвешься по-любому. Дура, потому что по ночам в подушку плачет опять, скучает о нем. Не звонит и пусть, но вновь на сердце пусто. Плачет опять, скучает о нем, скучает о нем. Дура, потому что ты, мой игрушка, скучает о нем. Морит, дерзай, дерзай, трид. Дура, потому что опять в эту ловушку. Две стены и потолок, антидепрессант, залог. Мысли на к лицу курок, да как он мог, да как он мог. Ты ему секреты в раз, за минуту-сотню фраз. А он с тобой, как и с другой, совсем другой, совсем не твой. Отпускать так сложно, лезешь вон из кожи. Ты себя влюбляться не просила. И остывший кофе вновь напомнит тебе про него. Себе это обещало, будешь сильной. Раз, два, три, кавычки, сигарету с пичкой. Очень искренне, он очень искренне поет. Да, 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 я согласна. Только вот привычка, ты к нему как птичка. Сорвешься, по-любому знаешь, Он борется до конца, он до конца борется. Плачет подушку, плачет и опять, скучает о нем. Не звони ты, пусть снов, вновь на сердце пусто. Плачет и опять, скучает о нем. Скучает о нем, дура, потому что ты мой игрушка. О нем, дура, потому что петь мы в ту ловушку. Скучает о нем, дура, потому что петь мы в ту ловушку. Молодец! Понимаю, что это вообще мимо кассы, но почему нет? Но он прочувствовал. Да, я поверил ему. Его штырит прямо. Почему ты стала дура, потому что. Голос его пушка. Игорь Куренков. Давайте посмотрим, сколько набирает он баллов. Митя, Митя Венгеров. Да, вот слушай, я смотрю, ты так переживал за этого участника. Во-первых, мы с Игорем знакомы. Не буду, да, чуть-чуть знакомы. Мне просто нравится такая энергетика, мне нравится такая подача. Мне нравится вот этот вот бесконтрольный эмоциональный выброс энергии. Я всегда положительно реагирую на такие моменты. По мне было просто, ну вот честно, по-мужски, вот разбросал все, что было по стене. И вот 41 раз попал, остальные не попал. Но в целом это получился еще прикольный кавер. Поэтому я тебя поздравляю с этим. Это было достойное выступление. Спасибо. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Вы солист ансамбля Александрова. Да, здравствуйте, Николай. Здравствуйте, многоуважаемые эксперты. Да, солист ансамбля. Да, меня как-то туда не приняли. Да, но вы с ним потом регулярно пели. Потом регулярно, да. Вот так в жизни бывает. Но уже без удовольствия. Вы тоже почувствовали вот эту настоящую мужскую агрессию, боль, переживания? Можно сказать, слезы, все было разбросано. Сердце на разрыв. Да, собственно, этим и купили. Когда пошла кульминация, пошла реальная эмоция. Когда пошел реальный накал. Когда, я не знаю, меня мурашками засыпало просто, закидало. И рот открыт, только кнопку нажать осталось. Вот, вот это реакция. Вот это я понимаю. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Преподаватель эстрадного пения. Сейчас он расскажет не только про исполнение, но и про работу артиста на сцене. Симеон Лиманов. Игорь, я хочу сказать, ты, конечно, взорвал 41 голос наших экспертов. 41 мозг. Да, 41 мозг. Но знаешь, я хочу сказать, что по энергетике ты был, в принципе, в стиле. И по мощи голоса, и ты показал и субтонированный подачу голоса, и форсированный голос. В принципе, ты был гармоничен в этой песне. Я поднялся, нажал на эту кнопку, потому что я тебя хочу послушать дальше. Как ты исполнишь какой-то другой репертуар, мне кажется, потому что у тебя данные вокальные большие. Диапазон голоса большой. Ты молодец. Я тебе желаю удачи. Просто супер. Спасибо, Семен. Спасибо. Ирочка. Олифер. Вот с Евой мы обсуждали искреннее исполнение. Мне очень понравилось начало, и очень понравился ваш низкий голос. Очень. Меня затронул. И потом, в процессе вашего выступления, мне показалось, что в какой-то момент вам стало все равно, что мы тут сто человек сидим, и вы уже делали, что хотели. Вот эта ваша свобода меня немножко подкупила, и я решила вас поддержать. Спасибо. Хабиб. Честно скажу, бро, ты красава. Я просто встал и кайфанул вместе с тобой. Я думаю, что люди, которые тоже встали, они просто вместе с собой пережили эти эмоции. Эту песню, которую ты действительно через себя пропустил. Поэтому мой голос только за. Молодец. Спасибо. Браво. Хабиб, передай микрофон. Вот интересно узнать направо, что скажет Арсений Бородин. Во-первых, я в шоке немножко от комментариев педагогов по вокалу. Он же поет не своим звуком. Вы что говорите вообще? Во-вторых, рок — это не крик. Арсений, а как ты сидишь, это тоже рок? Да я никак не сижу. Я просто хочу, чтобы Игорь меня правильно услышал. Вы даже один раз спалили свой красивый тембр. Знаете, когда вы пели «О нем» вот эту вот штуку. И там ваш голос красивый прозвучал. Арсений, я с тобой немножко не согласен. Он тоже вот искал преподавателей по вокалу, что вот они сказали, что он пел на каком-то надрыве. А как бы у тебя еще мой микрофон оказался? А он свой из дома принес? Да, я хочу сказать, если бы он пел на надрыве, он бы до конца эту песню просто не пропел. Он спел ее до конца. И у него были резонаторы, он звенел, звучал и пел на опоре. Семен, Семен, Семен. Такое впечатление, что у вас телефоны разрядились. Семен. Если он час отпоет, полтора, вот в таком режиме, он закончит свою вокальную карьеру. Через три песни приедет Лев Борис Шерудин. Через примерно три песни он начнет низить хронически всю программу концерна. Я надеюсь, ты меня правильно понял. После того, что сказал Арсений Бородин, находясь в красном квадрате, давайте послушаем Сергея Лазарева, который стоит в золотом. Игорь, дико отчаянный ты парень. Почему я встал? Потому что в нашем шоу, как говорится, должны быть разные краски. И музыкальные жанры тоже должны быть разные. Мы не так часто слышим подобную музыку в нашем шоу. Как это спето, это уже другой вопрос. Но тем не менее, я за разнообразие. Я за честную эмоцию. Я за то, чтобы человек, выходя сюда на сцену, мог себя как-то проявить по-своему. Как он хочет, как он чувствует. Ты чувствуешь так. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я думаю, что каждый со мной согласился, что это было очень честно. Это честно и эмоционально. Именно эта эмоция попала, думаю, во всех, и в телезрителей, и в судей. Ну, а мы правильно как-то заявили какую-то полетную тему. Сейчас настоящая турбулентность была от басов в твоей аранжировке и от твоего голоса. Главное, что мы не разбились, и мы летим дальше. Спасибо, друзья. Спасибо. Игорь, добро пожаловать в тройку лидеров. Занимай свое законное место. Он взял просто своей искренностью и своим отношением к музыке. Текст ты понял? Нет. Это моя одна из... Я только поняла, что она дура, и о нем все. Я думаю, что у него педагог по вокалу новосибирский Джигурда. Первый состав тройки лидеров сформирован. Остальные участники изо всех сил попытаются его изменить. Посмотрим, удастся ли это самое непредсказуемое шоу. Ну-ка все вместе! Летим дальше! Подумайте об исполнителе, который сейчас выйдет. Кто-то определил, что это будет девушка. Я думаю, что мужчины просто за девушку голосуют, да? А вот, ребят, если стойка, то, как думаете, может быть, будет какой-то классический вокал? А со стойкой можно изобразить, Коля. Все, что угодно. Всем привет! Меня зовут Махтина Беби, мне 29 лет. Я из города Сухум, Абхазия. Я пою и выступаю в разных жанрах, но очень близок мне стиль R&B и soul. Наверное, это просто близко моей душе, и с раннего детства я слушала именно такую музыку. Всю свою жизнь сознательно я танцевала, но в один период все кардинально изменилось в моей жизни. Благодаря своей сестре, которая, в принципе, начинала петь, и, наверное, она привила мне любовь к музыке. И вот после нее я запела. Вообще, в принципе, все мечтали о том, чтобы я попала на какой-нибудь такой проект, такой масштабный, выступила на большой сцене. Бабушка у меня просто огромная фанатка вашего проекта «Ну-ка все вместе». Она вот всегда смотрела и говорила, вот кто-нибудь из вас бы пошел на проект. Ну, либо я, либо Кристина, сестра. И вот это произошло. Я прошла кастинг, я здесь. Я сшила платье себе за три дня. И все, конечно, очень сильно переживали. Мои родители, братья, сестры. Потому что стресс у них у всех. Они очень... Ну, мы вообще такая семейка. Все слишком друг за друга переживаем, поэтому они очень переживали. Мама сделала тортик. И сестра приехала меня поддержать с братом. Они приехали, и, наверное, лучше этого в жизни ничего нет, когда твои близки, когда у вас такое отношение в семье. Для меня это, наверное, самое важное в жизни. Вот красотка. Дива. Всем добрый вечер. Меня зовут Мактина Беби. Мне 29 лет. Я из замечательной республики Абхазия, из города Сухум. Конечно, я очень волнуюсь, но верю и надеюсь на вашу поддержку. Мактина, какое интересное имя. Выдыхает, все хорошо. Так, 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 выдыхает. Какой голос. А, подъезды. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Она один раз ошиблась и все посыпалась. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 47 голосов. Какие-то весы у нас. То за 90, то вокруг 40 все ходим. Валерия. Здравствуйте, Валерия Лисовская. Педагог по вокалу. Сегодня наша главная стюардесса. Валерия, ну что вы скажете? Ой, Николай, мой самолет сегодня не взлетел. Вы, наверное, взлетели без меня. 47 человек. Жалко. Красивая. Красивая. Вот долго-долго внизу ковырялась, там ковырялась. И потом не взлетела. Тониночка, Тониночка. У каждого, кто выходит сюда, разный уровень и разный опыт. И вот за ваш потенциал, за вашу красоту, тембральность я отдала голос. Мой самолет сегодня до Бразилии точно долетит. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Женечка Береза, что скажешь? Ты невероятная. Ты невероятно красивая. У тебя потрясающий тембр. Ты взяла первую ноту, у нас здесь пошли мурашки от твоего песка в голосе, от этого бархата. Я не так взяла, как я ее брала. Понятно, что волнение не дало тебе, да? Обидно, обидно очень, когда ты... Нам тоже обидно, ты не представляешь. Мы здесь все сидим и за тебя переживаем. И все в горле пересыхает, и что это было? Все за тебя переживают, правда. Спасибо большое. И поэтому мы все здесь, даже те, кто не встал, они все за тебя переживают. Умничка. Спасибо. Ну что ж, Хабиб, что тебя связывает с этой песней? Лучше бы, чтобы меня связывала с этой девушкой, очень красивая девушка. Но под цветом вы сегодня мэч, сходитесь. Да, мы сегодня на одной волне красной, поэтому мне очень понравилось ваше исполнение. Вначале вообще, конечно, мурашки пошли, поэтому я, в принципе, нажал на эту кнопку. Красивый такой был тембр, песочек, субтончик. Я прям кайфанул, думаю, ну что же будет дальше. Да, может быть, что-то не получилось, волнение, но это лишь мотивация, чтобы стать лучшей, прийти и всех тут порвать. Это первый мой проект, первое шоу, поэтому... Ты будешь лучшей. Спасибо. Ну, я думаю, сейчас Сергей Лазарев точно скажет, куда идти, что делать и вообще, как жить после этого. Мактина. Да, как жить после этого? Ну, во-первых, то, что это ваш первый проект, это видно и слышно. Ошибки, которые были допущены, поведение, которое было во время, вы тут же потерялись. Вообще, еще до того, как вы начали петь, было уже понятно, что эмоции захлестывают и, скорее всего, они помешают вам нормально дышать, нормально петь. У вас недостаточно опыта. Это, наверное, самое главное. У меня нет образования, у меня нет опыта работы с педагогом, я все делаю сама. Ну, про это я и говорю, что это очень слышно. Для чего нужны занятия с педагогом? Для чего нужны репетиции? Почему надо всегда на 100% на репетициях отрабатывать? Потому что вы должны выработать такой автомат в себе на этих репетициях, на уроках, чтобы в случае в какой-то стрессовой ситуации, а сцена это дико стрессовая ситуация, у вас включился этот автомат, автопилот. У меня не включился. Не включился. Желаю вам набраться этого опыта, чтобы вас ничего никогда не сбивало. Да. И уверенности в себе. Это самое главное. Он этим занимается. Вот ни в коем случае не расстраивайтесь. Да я, в принципе, уже рада, что я нахожусь тут, потому что для меня это просто огромная честь перед вами выступать. И я понимаю, что разные факторы бывают в жизни и на сцене тем более. Поэтому я поняла, я осознаю, что я успела не так. И без слез, хорошо? Нет, я не плачу, я сильная. Супер, ты сильная, это молодец. И когда уйдешь, тоже не плачь. Когда, ну, когда закончится шоу. А, ну, это не знаю. А что плакать? Подождите, она на третьем месте. Я бы сказал, вы знаете, вам круто повезло в том, что вы пришли сюда. Не потому, что вас увидят телезрители сейчас, не потому, что вы спели песню на главном канале страны. Вы можете сегодня найти себе здесь самого главного человека, педагога. Поэтому, в любом случае, давайте поаплодируем прекрасной вокалистке. Спасибо большое. Маттина Бебия занимает третье место в тройке лидеров. А мы прощаемся. Плакать у нас сегодня будет однозначно. Плакать будет однозначно. Это тут до гадалки не ходит. И как обидно, когда такие вот бриллианты. Мне вообще не обидно. Вот мне не обидно. Для нее сейчас такая школа. Она попала на самый крутой проект, на который пытаются, мечтают попасть миллионы. Она дошла до этой сцены. Так сколько кастинга, какой был огромный. Она заявила себе. Ее отобрали, отобрали. Она в Сухуми уже звезда. Однозначно. Мы попрощались с одним из вокалистов. К сожалению, даже в юбилейном сезоне мы не можем изменить наши суровые правила. Каждый, кто споет лучше лидеров, сам попадает в тройку и вытесняет самый слабый результат. Это ну-ка все вместе встречаем пятого участника. Хочется интриги. Интрига будет вам сейчас интрига. У нас уже был необузданный рог. Он был слишком необуздан. Здравствуйте. Меня зовут Шпагин Федор. Мне 16 лет. Я из города Арзамас, Нижегородской области. Я занимаюсь эстрадно-джазом и вокалом более 8 лет. И моя история очень интересная, потому что все получилось совершенно нечаянно. Я был совсем маленький. Мы с мамой пошли на ежегодную елку в нашем центре творчества. Город у нас небольшой, поэтому такие мероприятия достаточно популярные, известные среди детей. И Дед Мороз каждого ребенка просил за подарок или какую-то конфету, я сейчас точно не вспомню, прочитать их творение. И я говорю, я хочу спеть. И в этот момент я начинаю петь песню «Лебединая верность». Судьба послала мне в этот момент, в этот час, в этот день человека, моего будущего педагога, который вел меня 8 лет, Александру Валерьевну Угарову. Она, значит, меня услышала и попросила маму связаться с ней. Потом, после многочисленных конкурсов и проектов, я понял, что я не могу жить без музыки. Я ежедневно пою, ежедневно занимаюсь, ежедневно слушаю, вникаю. И это часть меня, это часть моей жизни. И это то, что я действительно люблю. Вообще, я люблю петь различный репертуар и веселые, и лирические песни. Но абсолютно все педагоги и большинство людей говорят мне о том, что я лирический герой. И что у меня получается чувствовать песню, чувствовать смысл, что дано не каждому. Хотя мне, допустим, намного легче петь какие-то драйвовые песни, зажигательные. Но знаю то, в чем силен. Например, в «Мелизматике». Очень люблю какие-то искусные техники американские. Люблю слушать Витни Хьюстон, любим певица Бьонса. То есть вот как-то оттуда беру все. Но моя самая главная и основная мечта в жизни – это стать мировой легендой. Я готов сделать для этого все. Я очень сильно стараюсь. Я иду, пока не знаю, маленькими или большими шагами. Но я надеюсь, что я приду к своей цели, и у меня все получится. Потому что рядом есть близкие, которые меня поддерживают, которые всегда со мной рядом. И публика, которая дарит мне свое признание. Какая прелесть! Какая прелесть! Ой! А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Здравствуйте, уважаемые сотни. Меня зовут Шпагин Федор, мне 16 лет. И сегодня на моем жизненном пути… Ой, на моем жизненном пути. На моем жизненном пути, ты мой хороший. Стоит выбор. И я выбираю быть счастливым, делая счастливыми вас. Боже мой, ну это запрещенный прием, я уже хочу встать. Ребят, держим себя в руках. В принципе, можно уже больше не петь. Потому что уже заодно просто вот это вот трогательное речко хочется нажать на кнопку, но… Не-не-не, спеть надо. Такую милашку, да? У нас сцен такой будет. Да. Ого, у меня уже… Ой, господи. По минутам осыпается Ожидание невозможного Ранним утром просыпается От движения неосторожного Как молчание ледяно зимы Нас закутало Неизвестностью здесь так долго Друг друга искали мы И, конечно, пропали без вести Проститься Нету сил Закрываю я Глаза закрываю Сквозь туман уплывая По аллеям столицы Проститься За потерей Потеря И года полетели За дождями метели Не случилось Перелетные птицы Только ночью не могу уснуть Странный холод В сердце прячется Что случилось? Скажите мне кто-нибудь Только осень в окно мне расплачется В подогонник мой бьются горошины Тишину разбивая веселье Умирали давно понемногу мы И, наверное, было спасением Проститься Закрываю я Глаза закрываю Сквозь туман уплывая Я глаза закрываю Я глаза закрываю Я глаза закрываю Сквозь туман уплывая По аллеям столицы Проститься За потери и потеря И года полетели За дождями метели Перелетные птицы Проститься Проститься АПЛОДИСМЕНТЫ Неплохо Неплохо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое, спасибо Лазарев, ну это ты в молодости же Да, ты знаешь, я себя поймал на мысли И ты сидишь вообще Я сижу, я объясню потом Потом, да, хорошо Откуда ты ангел? Я из города Арзамас, Нижегородской области АПЛОДИСМЕНТЫ А можно мне обнять, пожалуйста, Мою группу поддержки? Да, кто? У меня сегодня приехали все-все-все Я бью рекорды по поддержке У меня 12 человек сегодня И все меня хотят поддержать Ого, давай всех покажем Да Я их очень сильно люблю АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Какой артист? Правильно начинаешь карьеру Сначала целуй зрителя Потом он тебя накормит Давайте посмотрим, сколько голосов набрал Федор АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, понимаешь, тех песен, которых ты захочешь потом исполнять Вот здесь у нас сидит маститый композитор Ты сразу запомни его и не звони ему никогда Олег Владе Потому что я вообще не понимаю Как и ты, и Лазарев Почему вы сели? Может, что-то свое у тебя связано с этой песней или что? Я всегда в такие моменты, когда я встаю И очень мало людей поднялось Либо, наоборот, очень много поднялось И я сижу, сомневаюсь в своей какой-то профпригодности Но Мы уже не сомневаемся У меня к этой песне Даже в исполнении Умы Турман Группы Ума Турман В свое время была какая-то личная претензия Потому что это очень взрослая песня Очень взрослая песня Очень мудрая О какой-то необратимости утраты Необратимости потери человека в своей жизни И все встало идеально на свои места Когда Ума Турман спела эту песню В дуэте с Людмилой Марковной Гурченко И когда она произносила слова Которые вот сегодня не прозвучали В этой версии Время смотрит спокойно с презрением Вы меня уже верно не вспомните Эта женщина понимала, естественно, о чем эти слова А здесь столько молодости Столько огня И столько Будущего Чистоты И будущего А может он про расставание со школы пел? Ну, наверное, да Тогда это должны были быть крылатые качели Для меня сегодня вот не сложился Да, вот не было вот этого совпадения Песни и энергетики артиста Жестоко Абсолютно понимаю, принимаю вашу позицию, да Я пытался донести светлую печаль Светлое расставание Потому что Остерий, ты когда говоришь Уже хочется тебе все отдать Проси квартиру Машину Хочется сказать Принесите пять миллионов Пускай он будет счастлив Это наш суперприз Ну, аргументируй, да Вот Пытался донести светлую печаль Потому что В моей жизни происходит Событие У меня жизнь Кардинально меняется Так как я Расту Покидаю детство Так сказать Я прощался с этим В этой песне Пытался вложить в это Свою душу Хабиб, это ты ему текст писал? Федор Ну, честно Ты просто покорил здесь всех Просто не то, что своим вокалом Вокал тоже классный Хорошо спел Спел, самое главное От всей души Но я сначала думал Что это у тебя такой образ Просто я за кулисами Он ко мне тоже подошел А можно сфоткаться, пожалуйста? Я понял, что это он Вот сфоткался И он выходит И он точно такой же, как в жизни Поэтому я тебе желаю успехов Сохраняя себе эту искренность Теперь ты можешь подойти к нему Сказать, давай сфоткаемся А мы похожи? Ему бандана нужна твоя Дай бандану Да нет, хватит Потом за кулисами отдашь Я буду рад Распишешься на ней и отдашь Видишь, человек хочет Ну что за кулисами Снимай, уже сказал Те это, кстати, лучше Этой банданой посвящаю тебя В тиктокеры-миллионники И пускай Принимаю Ягодка-малинка Принесет Тебе много счастья Найди свою ягоду-малинку Звездой Передайте А вот вы знаете Парень, если найдет свой хит Он будет Очень большим артистом С такой харизмой С такой искренностью Все получится Как он принимает Спасибо большое Благодарю Федор лучший Федя Тебя уже любит вся страна Спасибо, спасибо Федор, но ты пойми Что в шоу-бизнесе Не все такие люди, как на стене Да, понимаю Просто за кулисами Он заберет обратно Бандану верни Это не галстук Нормально, нормально Олеся Евстигнеева Юная, чистое создание У меня вопрос один Ты один в семье? Нет, нас двое У меня есть любимая сестра Нелли Вот она сидит в желтом Господи, благодарность Твоим родителям Спасибо за это чудо Потому что вот благодаря вам Мы видим, как можно любить И в какой любви воспитать Прекрасного мальчика Понимаете? Вот вы делаете наш мир Чище и добрее Вот верится сразу в чудеса Спасибо Удачи вам Спасибо, Олесенька Олесь, передай, пожалуйста, этот микрофон Человеку, который проплатил Упоминание о нем В тексте ведущего Это Лев Рудин Лев Борисович Добрый вечер всем На нас свалилось солнце Я первый раз вижу таким фонятора Федя Не волнуйся Он не в себе, посмотри Он нервничает Посмотри, что ты натворил Но Да, я действительно Немножко тут растроган Федор Вы Своей вот этой чистотой И искренностью Вы несете Такое добро Это сейчас так Редко И так этого сейчас Мало Вы это делаете уже Действительно Настолько профессионально Вот вам главное Это не растерять А только Приумножать Лев Борисович Да У меня такой вопрос Вот Хабиб подарил бандану Юному дарованию Федору А вы свою брошь не отдадите? Нет Брошь не отдам Отдавай Но давайте я ему подарю Мою профилактическую Да, такую консультацию Визит Такой Спасибо Ознакомительный Это будет очень полезно для меня Мы посмотрим его голосовой аппарат Все как положено Лев Борисович, ну ему надо что-то начать карьеру Вы с собой все не заберете И пусть окончательно все подумают, что я проплатил этот эфир Спасибо большое Ну а я хочу спросить еще одного эксперта Это продюсер нового радио Дарья Переходюк Дарья, вы точно знаете Что нужно молодому артисту, чтобы попасть на новое радио Федор, привет Я хочу сказать, что у тебя есть абсолютно все Чтобы попасть на новое радио Чтобы попасть в ротацию Ты милый, красивый, чуткий Такой ты романтичный Успехов тебе У тебя большое будущее Ты молодец В общем, молодец Спасибо вам большое Федя, скажи, пожалуйста, а ты знаешь песню Сергея Лазарева? Конечно А какую вот ты знаешь? Вообще очень много В самое сердце Вот, вот спой нам только припев Вот спой В самое сердце на пораженье Что же ты медлишь с этой мишенью В самое сердце Ну, ты зайчка какой, а? Какой зайка Сергей Лазарев Да, уже, к сожалению, невозможно уже нажать Не работаю, ты ждешь А, Федор В самое сердце Да, это действительно было в самое сердце Первое твое исполнение И второе тоже Я вот тут самый мразота И я еще семеро Который испортил всю малину У нас сегодня ягода малинка Вкус малины Про малину чуть-чуть Федя Антуан де Сент-Экзапери Маленький принц Вот просто этот образ И эта чистота И этот взгляд И это какая-то трогательность Наивность Почему я не встал? Ты хорошо пел Но Мы все-таки на конкурсе И есть И другие участники Мы уже прошли несколько эфиров И мы понимаем приблизительно Уровень участников И это такие жернова В которых тебя могут перемолоть Понимаешь? И даже если сейчас Посмотреть на наших Лидеров И вспомнить их выступления Я понимаю И я осознаю Что вокально Ты слабее И было бы, наверное, нечестно Сейчас мне встать Нажать на кнопку Поддержать твою молодость Твое стремление Просто потому что Это было бы нечестно По отношению к другим участникам Которые На мой взгляд Пока Сильнее тебя Хотя, конечно же Мне хотелось нажать Конечно, мне хотелось Где-то я действительно Узнавал даже себя Я тоже с самого раннего детства На конкурсах И вот так же С такими же глазами Слушал Членов жюри Я тебя помню Еще маленьким Ты не был таким Хорошим ребенком Федя, ты понимаешь Что я тебе говорю Пытаясь занести Да, конечно Я тебе желаю дальше успеха Я не знаю Как сложится Судьба В нашем проекте Но ты попадаешь На третье место С грандиозным Результатом 92 балла Если судьба Даст мне шанс И я выйду Сегодня еще раз На эту сцену Я попытаюсь Показать вам Немного другого себя Молодец Все сделал Зрителей Обаял Жюри Упасть Чтобы потом Высоко подняться Я тебе желаю Этого подъема Браво Ну а Федор Занимает Третье место В тройке лидеров Браво Я когда вижу этот ажиотаж Я хочу Хочу Просто чуть-чуть Всех привести в чувств Ну я же не могу Всем кричать Стоп Стоп Поэтому с моей стороны Мне было придерживание Бала Это было просто Ну чуть-чуть Очнитесь Здесь же важно Тоже не перехвали Вот сейчас На самом деле Вот сейчас Все в целом Очень правильно Как распределились голоса То есть он попал И может быть в батлы Но в то же самое время Он не на первом месте Как мог бы быть Если все поддались Эмоциональной реакции Ну конечно Это было несправедливо Видно что он очень искренний Он очень привязан К своей семье К своим близким Все взяли Собрались Приехали Поддержали Так и должно Вообще случаться Я кайфую Маш Да Такое получаю Удовольствие Господи Какие талантищики Широка страна Моя родная И как обидно Когда такие таланты Бриллианты Не таланты А бриллианты Привет Москва Привет Россия Меня зовут Милана Авакян Мне 33 года Я представляю Город Коголым Жемчужину Западной Сибири Я пою с 5 лет Я родилась в музыкальной семье Мой папа джазовый гитарист Мама тоже была в прошлом певицей В принципе вот музыкальные корни Дали о себе знать Ну и потом моя наверное народность Армяне это очень музыкальный народ Но я себя больше позиционирую Как режиссер массовых мероприятий Я пишу большие сценарии На городские мероприятия Вот именно в моем родном городе Коголыме Меня знают как режиссера первостепенно Ну и конечно как певицу Я себя вижу лирической певицей Мне очень нравится песня на русском языке Доносить текст Доносить смысл песни Хочется выйти из зоны комфорта Потому что город В котором тебя каждый знает Каждый любит Ты для него в любом случае Номер один Родственники Друзья Все верят в тебя Люди которые тебя поддерживают И мне хочется Немножко на другой уровень Себя вытащить Вот А этот проект Как раз дает Уникальную возможность Быть услышанной На всю страну Все-таки Какая-то наверное Мечта родителей И моя детская мечта Где-то она все равно сидит Поэтому хочется быть услышанной И конечно Я благодарю всю команду За этот потрясающий проект И я надеюсь Что у меня все сложится Здравствуйте уважаемая сотня Меня зовут Милана Авакян Мне 33 года Я приехала из западной Сибири Город Когалым Оооо Почти землячка Ну знаете Я хочу сказать Что мне можно вообще В принципе весь гардероб свой Принести сюда Все подойдет Девушка красивая Но подчеркни ты фигуру Покажи Зачем это Я не понимаю Мне кажется Сейчас будет Такой Вокалище Что-то изменилось в отношениях Все не так Как было до сих пор Ты уже успел Принять решение И готовишь Важный разговор Говоришь Что взгляд мой стал рассеянным Что звонит нам кто-то и молчит И что в странных приступах веселья У меня такой счастливый вид Но не было измен Но не было измен Но не было измен Все это пустяки Не стоит принимать решений резких Не ветер перемен Не ветер перемен Не ветер перемен А просто спозняки Колышат в нашем доме занавески Колышат в нашем доме занавески Сквозняки Ноль энергии Очень чисто Все поет Позициально Но просто ноль Неосторожно Задержался Медленней на мне Чей-то голос Ноткою тревожной Онозвался где-то В глубине Сквозняки Мне в душу Залетели И озноб покоя Не дает Но простуду Лечит две недели Это значит Скоро Все пройдет Но не было измен Но не было измен Но не было измен Все это пустяки Не стоит принимать решений резких Не ветер перемен Не ветер перемен Что делать? Я не понимаю Не ветер перемен А просто сквозняки Колышат в нашем доме занавески Колышат в нашем доме занавески Но не было измен Но не было измен Но не было измен Но не было измен Все это пустяки Не стоит принимать решений резких Не ветер перемен Не ветер перемен Не ветер перемен Колышат в нашем доме Колышат в нашем доме занавески Сквозняки Спасибо Да что ж такое у нас сегодня У нас какие-то горки американские Миланочка, добрый вечер Здравствуйте Давайте посмотрим, сколько голосов вы набрали 61 голос набирает Милана Авакян С прекрасной песней сквозняки Которую исполняла Ирина Аллегрова И в 94 году Она получила премию Овацию Как лучшая поп-певица За эту песню А музыку, кстати, написал Наш коллега Виктор Чайка Который часто находился Среди экспертов Да, но Милана просто рыдает, смотрите Она вообще в шоке Милан, ну что вы плачете, расстроены? Я просто вышла, видимо, из зоны комфорта с этой песней Это очень красивая песня Очень глубокая Ну вот чуть-чуть, наверное, драматизма Вот как мне, кажется, не хватило Артист, когда выходит петь песню, да Он должен представить для себя картинку Что происходит? Вот если вы представили, что вас позвала в гости подруга Вы с ней выпили конкретно У нее произошла такая история И вы должны ей рассказать свою историю В которой вы говорите Вот это было, это было Когда вы себе мысленно рисуете картину Например, вы на кухне Подруга, все Сознание сразу же меняется И дает другую информацию для музыки Если я пою, например, шарманку Представляете, что я иду по улицам Парижа Там, например Знаете, мне сразу дает это и темп И ритм, и какое-то настроение Это очень важно Просто у вас голос потрясающий У вас невероятный тембр У вас возможности такие Ну а что я? Пускай Алина Яровая скажет Вы знаете, как-то в одной постановке Я работала с очень известным режиссером В Большом театре И у меня была такая ария Сцена, где была очень драматическая ситуация И я чуть ли не до плача Пела И мне тогда режиссер сказал Если ты хочешь, чтобы зритель заплакал Ты должна Перебарывать в себе чувства Когда зритель поймет, что ты можешь, хочешь заплакать Но этого не делаешь Тогда у зрителя польются градом, слезы Накал, натянутая струна должна быть Нервы, как струны натянутые Вот это ощущение должно быть Я вам желаю Найти в себе эти силы Перебарывать себя Хорошо? Хорошо А вот самый строгий критик Профессионал на нашей сотне Ольга Попкова Она стоит И вы знаете, это огромный бонус Милан, дорогая моя То, что у тебя есть данные Это все услышали и все увидели Но Ты не заставила себя Прожить эту историю В полторы минуты Или в две За счет этого И здесь ее никто не прожил Понимаешь? Тут нужно было на разрыв Тут как в последний раз Понимаешь? И ты должна была спеть слова, а не музыку А ты пела музыку, к сожалению Ну а в куплетах вообще не надо было петь Надо было говорить вообще в куплетах Так я про это и говорю Да, ну просто Ну вы не понимаете, как обидно Просто вот реально Ну просто обидно Вот Сергей, правда обидно? Ну просто Да, я абсолютно солидарен Я повернулся и говорю Какая удивительная штука Как хорошо поет, а меня не трогает Меня не трогает вообще Да, еще на контрасте с Федором Который просто обаял И он вот этой вот Понимаете? И с другой стороны Я понимаю, что вот Не встать на суперпрофессиональный голос На... Я тоже не могу Но опять же А это случай Когда я встаю Но ругаю Потому что Сами недоработали сейчас Понимаете? Там не хватило мне вокала Да? И профессионализма А здесь мне хватает души Вообще Ну какой-то чистоты По идее Я не должен вставать Но 61 Это не ваш результат Не то, чего вы заслужите Вы должны быть здесь 90 93 Ваш результат Потому что Голос-то есть Ноты есть Все в позиции Все замечательно Но не трогает Вот здесь ничего Не откликнулось вообще Вы понимаете О чем мы говорим? Я это вижу Вы сами плачете Потому что вы понимаете Поработайте И еще приходите Умоляю Милана Бакя Наберет 61 Голос И к сожалению Покидает Ну-ка все вместе Милан Мы благодарим вас Но мы с вами Внутри так же плачем Как и вы Действительно Спасибо вам огромное Спасибо Браво До свидания До скорых встреч Но тут получается Конфликт Как раз тогда бы И был Может быть В том Что если эту песню Рассказывать Как рассказ Когда это проникновенно Когда это Драматургически Оправдано Ей бы сказали Тогда А что вы тогда Ну где вокал-то Нет А верхнюю ноту У нее круче Чем у Аллегровой Да простите меня Ирина Александровна Реально не было измен Она так не могла Даже спеть А здесь понимаешь Все есть А вот этого понимания Что она поет И как это Некоторые думают Что нужно выложиться На 100% Чтобы набрать 100 баллов На самом деле Нужно выложиться Минимум на 200 Чтобы понравиться Такому разноплановому жюри Сегодня пока Это никому не удалось Но мы надеемся Что все еще впереди Ну-ка все вместе Мы продолжаем А ты будешь спать спокойно Когда ты узнаешь Что кто-то получил 5 миллионов Из тех людей На которых ты вставал Или не вставал Ты будешь спать спокойно Признайся Я к нему подойду Скажу братка Или там сестра Это тебя поднимался Там было 99 Был 99 Это я Это я был 99 Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Арам Шахназарян Мне 27 лет Родом я из маленькой станицы Под названием Исправная Из Карачао-Черкесской республики Но сейчас проживаю В городе Пятигурасск Всегда любил сцену Вообще мечтал быть актером Поступил на режиссерское Там пел с друзьями под гитару Потом попал в команду КВН Представляющую Карачао-Черкесию Там был уже основным голосом команды Потом уехал на север Работать охранником Была и такая история Да, ну нужны были деньги Но я решил, что все Больше никакой Никакой другой работы Кроме искусства И я устроился в караоке Там был человек Который включает музыку Потом в свободное от этого времени Включал сам песни и пел Когда не было гостей Сначала пародировал Потом потихоньку искал себя И вот так запел Я самоучка Учился сам петь Я просто в какой-то момент понял Что я понимаю, как я чувствую связки у себя И вот мне легко дается взять какой-то звук Просто на ощущениях То есть повторить его И вот так я учился А сегодня будет песня Одна из моих любимых Старая, но очень хорошая песня Я ее пел в нескольких вариациях Вообще в жизни Но вот этот вариант Который будет сегодня Он, наверное, самый такой романтичный Ну конечно же Это что-то зажигательное Здравствуйте Меня зовут Арам Шахназарян Город Пятигорск И я здесь Арам, растопи наше сердце Улыбчивый парень такой Что-то веселое, чувствую, будет О, а студия Невозможно рассказать вам историю мою Очень сложно Вспоминаю словно сон Как знакомились с тобой Осторожно Скоро я взлетаю И тебя теряю От любви своей я улетаю Я не могу без тебя Я все думаю о нас Я не могу передать Что я чувствую сейчас Снег заметет следы Не расскажет никому То, что с тобой были мы И как я Тебя люблю Да, в лёд там полчаса Регистрация прошла Как обычно Я ищу твои глаза Не хватает рук, где я вла Я того окончания нет Я привычно Скоро я взлетаю И тебя теряю Он еще постоянно Затем у меня глазами От любви своей я улетаю Я не могу без тебя Я все думаю о нас Я не могу передать Что я чувствую сейчас Снег заметет следы Не расскажет никому То, что с тобой были мы И как я Тебя люблю Как я тебя люблю Как я тебя люблю Давайте посмотрим, сколько голосов набрал Арам А что такое сегодня вообще происходит После того, как вышел Ангел Федор Его все назвали Солнцем Все небо теперь затянуло Какими-то густыми тучами Просто такая чистая энергия была И такая душевная Что все Сейчас что дальше Оно все как будто надуманным выглядит Неестественным Здесь надо как-то переключиться Так это же ваши проблемы Переключайтесь Вы же профи Вы должны слышать Чувствовать Сергей Павловский Сереж Ну ты у нас победитель Суперсезона Выходит как бы Твой коллега Арам И тоже хочет сидеть На твоем месте Очень чисто поет Что не понравилось Вы знаете В этом и заключается задача Конкурсанта и профессионала Это переключать на свою энергию Это переключать на свою песню Максимально И не важно, кто выступал до Мы все выступаем на разных мероприятиях И выступаем с разным уровнем артистов Но мы никогда не сможем объяснить зрителю Почему я выступил И не смог их удивить Например, выступая после Николая Баскова А после меня лучше не выступать Ну, тем не менее Поэтому у меня есть четкое понимание Почему я не смог погрузиться В композицию, которую вы исполняли Это было с самого начала Очень дерганно Вы очень дерганно пели И понимаете Это казалось так Что вы пытаетесь петь модно Не поете модно А пытаетесь И этой модностью Вы перекрываете смысловой нагруз композиции От слова совсем Хотя слышно, что у вас чудесный голос Слышно, что вы поющий человек Но вот как-то сегодня не попали Не в один, так сказать, образ А вот у Алексея Елистратова все сложилось Арам, я уже 20 с лишним лет Собираю советскую игрушку У меня большая коллекция И вы знаете, я людей иногда Рассматриваю как игрушки Вот Федор для меня Такая фарфоровая кукла Годов 30-х, 40-х Вы для меня мишка 50-х, 60-х годов В хорошей сохранности А я, я кто? И я кто? Зайчик Годов, годов 50-х Очень редкий, кстати Ну судя по тому, как он здесь Девушек лапает Он кролик Да, может быть кролик Но очень дорогой Вот о таком кролике я мечтал лет 20 Я еще тот кролик Да, и такого кролика я себе купил Я что хочу сказать Я не про ноты Арам Я поднимаюсь на эмоцию Дело в том, что я не музыкант в чистом виде Я 5 лет был партнером Анастасии Волочковой В Большом театре Носил ее на руках Поэтому в общем-то А так вот после тебя она и пошла по наклону Да, по рукам Поэтому я хочу сказать Не за то место взял приму Вы мне дали ту эмоцию Которая заставила меня встать И вместе с вами прожить эти три минуты Спасибо вам огромное Спасибо Можно, пожалуйста, Виктору Салтыкову передать микрофон У вас хороший потенциал Вы хорошо поете, прекрасно поете Но поете, как за последние 10 лет все поют Найдите свой тембр, свое звучание Ты можешь даже исполнителя не видеть Как бы раньше в свое детство Вот мы с Лешей обсуждали эту тему Мы не видели исполнителя Мы Квин услышали там на бобинах Битлов на бобинах Потом фотографии стали появляться И все исполнители меня ломали внешне Потому что они совершенно были другими В моем представлении Вам нужна манера Своя, своя А так все было неплохо Все здорово, на мой взгляд И песня И сама подача была красивая Все нормально Хабиб Я встану Ну, уже поздно, да Хочу к вам обратиться Вы классно поете Вот серьезно говорю Очень интересно Да, кто-то может сказал манерно Но, может быть, вы так и поете всегда Мы же не знаем, как вы поете другие песни, правильно? Мы не можем сказать, потому что мы видели только, к сожалению, один номер Да, если бы мы знали, что это такое, мы бы знали, что это такое Вот именно Так как мы не знаем, что это такое Спасибо, Николаевич Очень страшно Но мне показалось, что вы были немножечко в себе Потому что даже на припеве Я вот специально обратил на это внимание Вы не открывали глаза Почему? С такой песней про девушку, про любовь Нужно было просто взглядом всех девчонок поднимать Вот так А вы где-то были в себе Где-то отворачивались Я считаю, что нужно было как-то затянуть Вот это все Свои мужские крепкие объятия Ну, по крайней мере Всех девчонок, которые не встали Спасибо большое Сергей Арам Почему же все в нос? Вот этот носовой призвук всю дорогу Не чувствуешь, не веришь, не проникаешься Потому что песня с таким смыслом Но все это спеет на таким голосом И человека, который не смотрит вообще на тебя И неважно, есть ты или нет Я понимаю, что это некая защитная реакция От того, чтобы не видеть, кто встает, кто не встает Но это считывается так Что ладно, не встают, но я тогда закрою глаза Лучше не буду видеть и сам в себе буду петь Сам для себя У вас есть голос, у вас есть данные У вас есть слух, вы чисто поете Но у этого нет никакой изюминки За что зацепиться, чтобы вас выделить К сожалению Спасибо, Сергей, спасибо Ну что ж Арам Шахназарян с результатом 41 голос Покидает наш проект Но под наши бурные аплодисменты Выступать последним всегда непросто С одной стороны, ты уже знаешь, на какие результаты равняться С другой, именно из-за этого и волнуешься И пока восьмой участник готовится превзойти лидеров Давайте спросим у них, что они чувствуют Федор Ты на третьем месте У тебя есть реальная опасность покинуть шоу Если следующий участник споет намного лучше, чем ты Что скажешь в ответ? На самом деле очень волнительно Но я пока сижу, смотрю на глаза сотни И знаете, такая интрига Хочется попробовать Но при этом не отпускает вот это вот волнение Потому что на проекте уже все сдружились Все как-то сроднились И болеем друг за друга В общем-то, неоднозначные чувства Но я думаю, что все будет хорошо Ну что ж, я хочу спросить Бека Ты пока лидируешь в нашем шоу Есть ли шансы у последнего участника это изменить? Попадешь ли ты в батл? Или все-таки останешься призером? Ну, честно говоря, всякое может быть Ну, конечно, хотелось бы остаться здесь Мне здесь очень комфортно Мария Да Вас в любом случае ждет дуэль И я даже рада, что меня ждет дуэль в любом случае Потому что это правда очень волнительно Но, наверное, было бы здорово еще показать, что я умею Всем вам И еще раз выйти на сцену И подарить вам еще кусочек своего сердца Спасибо Ну что ж Лидеры уверены в своих силах От которых, правда, теперь ничего не зависит Все в руках последнего вокалиста Который уже выходит на сцену Встречайте участника номер восемь АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, если выйдет еще один, Федор АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вообще, мне очень хотелось бы, на самом деле, чтобы все осталось так, как есть Потому что я очень хочу, чтобы меня не проклинали телезрители за то, что в случае чего уйдет Федор Всем добрый вечер Я Александр Ёлкин и представляю город Белгород Здравствуйте, меня зовут Роза Туарева и я из Сирной Сити, город Беслан Мы дуэт Выступаем уже на протяжении, наверное, лет двух, да? Да До того, как познакомиться с Розой Я, можно сказать, искал себя в разной деятельности Сменил много работ Потом плавно так случилось, что я пришел работать ведущим в караоке Где встретил вот эту очаровательную даму С которой спели две-три песни И я понял сразу, что нужно делать дуэт Мне Саша не очень понравился Я показался очень самовлюбленным Но со временем... Но со временем это подтвердилось, да Он раскрылся И вот как-то мы прям сдружились очень хорошо Саша очень добрый, открытый Всегда поможет в трудной ситуации Очень веселый Всегда умеет подбодрить И, кстати, благодаря Саше, наверное, это все и происходит Потому что он у нас такой двигатель Это правда Вот Хочу сказать ему огромное спасибо Если бы не он, возможно, меня бы здесь не было Все видели? Все, фиксируем Да, это правда Роза — это в доску свой человек Очень талантливая Очень открытая Прямо линейная Обожаю это в людях Вот Ну, сеструха, моя сеструха Обожаю Наши внуки все вместе Мы пришли для того, чтобы наконец-то Заявить о себе на более широкой аудитории Потому что Ну, со временем, когда мы сработались Когда мы спелись Начали Ну, поняли сами для себя, что хорошо звучим И людям это нравится Мы поняли так же, что нужно Более широкую На широкую аудиторию это делать, начинать Вот за этим мы здесь За этим Мы будем делать то, что будем делать Прямо сейчас на ваших глазах Боже мой Это дуэт Прекрасно Великолепно Ой, такие красивые Добрый вечер, леди и джентльмены Боже мой Мы в Большом театре Меня зовут Александр Ёлкин И я представляю город Белгород Здравствуйте, меня зовут Роза Туаева И я представляю Северную Осетию Город Беслан Спасибо Друзья, дело в том, что мы с Розой Уже достаточно большой промежуток времени Работаем в дуэте И мы поем каверы К сожалению, не всегда Приходится получать удовольствие от работы Поэтому мы здесь сегодня Специально для того, чтобы Как следует кайфануть Поддержите нас, пожалуйста Давайте теперь мы кайфанем Мы тоже хотим Как сказал Мы держим за вас кулачки ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Девка просто шикарно поет ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Я не могу, но я верю в себя И я не могу, но я не могу Я верю в себя Я верю в себя Я верю в себя Субтитры делал DimaTorzok Это роскошная песня. Селин Дион, Андрея Бачели. Да, Бачели. Молитва. Ну что ж, давайте сначала посмотрим, сколько голосов набрал этот прекрасный дуэт. Александр и Роза, внимание на экран. Нет! Вот о чем я вам и говорил, что когда иногда вы чуть-чуть свои эмоциональные вперед профессионального, то у нас случаются такие шероховатости. Потому что сколько угодно мы можем говорить о трогательности прекрасного Федора, который замечательный. Но мы не можем сравнивать вокальные данные ребят и вокальные данные Федора. Поэтому каждый раз я вам говорю, ребята, когда вы видите замечательно трогательных ребят, это прекрасно, здорово. Но не забывайте, зачем мы здесь. Мы отбираем здесь вокалистов, а не просто хороших трогательных ребят, у которых большое будущее. Просто помните об этом. Мы совершаем каждый раз одни и те же ошибки. Мы теряем классных вокалистов. Ну правда, но это было не то, что не хуже, чем оригинал. Но это было, по крайней мере, ну это было очень точно. Потрясающе. Я честно, я не знаю, каким образом можно потерять ребят. Мы не можем оставлять каждого, которого мы просто по своей тупости упускаем. Мы не можем в каждой программе добирать кого-то еще. Давайте сначала спросим Николая Ерохина. Все-таки премьер-тенор, он стоит, ему все понравилось. Феноменальный, феноменальный. Звучание вдвоем. Вдвоем звучат просто хорошо. Дорогие друзья, ну здесь разбирать что-то на запчасти просто невозможно. И мне даже в какой-то степени сейчас неудобно перед ребятами, что произошло такое событие. Прям вот не просто неудобно, а стыдно, неудобно, стыдно. У меня кровь внутри. Меня она кипит просто. Тогда, когда вы соединились в единое целое, когда вы посмотрели друг другу в глаза, у вас даже зазвучал ваш дуэт совсем по-другому. Это чудо. Друзья мои, это чудо. И я предлагаю, ну я не могу менять правила, но может быть сделать тройной батл. Да? Тройной батл. Подождите, подождите еще. Подождите, давайте так, давайте выслушаем тех, кому не понравилось. Может быть, и доводы будут такие серьезные, чтобы скажем, а ну да, окей. Вот Родион Газманов. Ребят, ну вы сами слышали, вначале были неточности. Причем неточности были у обоих. Что, кто не согласен сейчас? Были ли у мальчика нашего прекрасного Федора неточности? Я их не слышал. Ну давай не будем лукавить. Давайте не будем лукавить. Все-таки и у Федора были неточные ноты, и они были... Мы их списали на опыт, ой, на неопытность, на молодость. Но мы не должны ничего списывать, понимаете? Мы должны максимально быть объективными ко всем. Во-вторых, это музыкально. Это эстетика, посмотрите, безусловно. Ребят, я тем не менее считаю все-таки, ну-ка все вместе, самым объективным конкурсом на телевидении. Потому что нас 100 человек. Кому-то зашло, кому-то не зашло. Мы сейчас это объясняем. Я что-то услышал в этом выступлении, что не дотянуло. Может быть, потому что ребята вышли с таким большим обещанием в этом дуэте, с песней, которая... Ну, песня великая на самом деле. Выглядят оба потрясающе. И не дотянули для меня в куплете. Можно я закончу? Да, конечно. В своем куплете не дотянули для меня до того уровня, который я ожидал. До той планки, которую они сами себе поставили. У них в финале, да даже начиная с минуты, да, не было ни одной фальшивой ноты, ни одного расхождения, ничего. Они закончили так идеально по интервалу. Идеально, идеально. Я не спорю, круто спели. Правда, действительно круто. Поэтому сейчас вспоминать, что там было в начале, но это странно. Это же конкурс. Я объяснился, да? Я объяснился. Спасибо, Дородион, спасибо. Не знаю, Алексей уже... В левом углу у нас сидит. Ирина Максимова, педагог по вокалу. Почему сидите-то? Ну, извините, когда у нас выходит дуэт, и я вижу неспетость, когда партнерша хватает своего партнера за руку, и у него в глазах страх и паника, я бы в таком состоянии не выносила это на такой конкурс. Вы с ума сошли? Вы с ума сошли? Вы говорите абсурдные вещи. У меня ощущение, что вы просто не имеете никакого слуха. В таком случае вы меня простите. Вы меня простите. Я не часто такое говорю, но тогда я ставлю под вопрос вашу экспертность, если вы считаете, что это было плохо. Это полная некомпетентность. Полная некомпетентность. Я говорю еще раз, конкурс это субъективная вещь. И есть детали, которые для меня не были достойны. Это живое выступление! Я понимаю. Вы слышали, как Бачели поет ее вживую? Конечно. Мимо нот! Он спел это в 10 раз лучше, чем он в оригинале. Это ваше право так думать. А это вы не имеете права так думать, потому что вы профессионалом тебя называете. Дайте микрофон. Да. Я никогда не видел, что из солода палился солод с ядом. Правильно, Андрей? Давай! Я всю свою жизнь стремился и работал, был профессионалом и хотел стать. Люди, которые понимают, что они находятся здесь, на живом выступлении, на конкурсном выступлении. Люди выходят последними. Вы слышали, как пел Бачели вживую эту песню? Я слышал. Мимо нот! Мимо нот! Вы отдаете себе отчет, что вы не можете быть компетентными экспертами, которые не могут услышать чистоту и слаженность качества. Качество! Позор и стыд вам! Ребят, во-первых, не ссорьтесь, а во-вторых, давайте скажем так. Если выходят артисты, то стена начинает просто становиться неуравновешенной, сумасшедшей. Вы сегодня это тоже сделали, вы доказали. Посмотрите, вы довели людей до полной истерии. Солод кричит, там Газманов оправдывается. Гнесинку освистали, когда такое было. Но 90 экспертов в восторге от вашего исполнения. Спасибо. Я не хочу, чтобы в нашем шоу происходили такие несправедливые вещи. Мы действительно боремся за честность, за справедливость и за то, что дальше проходили самые достойные. Нам сейчас недостаточно этого выступления каждого из участников. Я хочу тройной баттл. Так как уже это последние участники, мы понимаем, что наш прекрасный бег проходит в полуфинал автоматически. Но в любом случае баттлиться еще второе и третье место за выход. Но я хочу, чтобы и у ребят был тоже шанс по себя попробовать. То есть это тройной баттл? Содья, вы не против такого предложения? Подождите. Нет, стоп. Стоп. Я хочу, чтобы это было максимально объективно и чтобы все были согласны. Просто нет, да, нет. Давайте просто нажмем на кнопки и проголосуем за это. Ну тройной баттл. Поднимите руки, какие кнопки. Все. Я сделал. Я все посчитал. Я просто хочу, чтобы это было честно и от лица всей Сонии. Да это честные зрители. Зрители нас поддержат. Они хотят еще раз послушать ребят. Ну что ж, дорогие телезрители, дорогие друзья, сотня уважаемая. Юбилейный сезон диктует нам новые условия. А мы просто обязаны это сделать. Поэтому мы приглашаем вас в четверку лидеров теперь. Александр, Роза, проходите. Я боюсь, потому что вдруг у него давление там. Ну уже нормально. Я попил водички. Девочка, музыкально просто. Она так легко это. Она его вытащила. Она его вытащила, да. Но он, с другой стороны, для нее такая подушка, хорошая отбора. Хорошая подложка. Он ей не мешает. Нет, нет, у них прям все. Прямо дальше будет, что они еще спают. Ну вот сейчас посмотрим. Интересно. Сейчас будет биться мимимишность. Нет. С профессионализмом. С эстетикой. За пять лет существования нашего проекта мы открыли немало талантов. Лучший из них, наконец-то, отправится с концертами по стране в нашем грандиозном гастрольном туре «Новые голоса России». Это реальная возможность услышать своих любимых участников вживую. Подробную информацию и расписание концертов можно найти на медиаплатформе «Смотрим». «Новые голоса России». Встречайте в своем городе. Полуфинал, как всегда, пройдут только двое участников. Но сегодня по предложению лидера и единогласному решению сотни претендентов на эти места больше. Благодаря самому высокому результату первым в полуфинал проходит победитель отборочного тура Бек Исраилов. Бек, мы поздравляем тебя, приглашаю тебя ко мне. У тебя 99 голосов. Ты победитель. Уважение всех экспертов. Браво. Поэтому наши аплодисменты. Спасибо. В комфортных условиях ты сможешь понаблюдать за тяжелейшей вокальной дуэлью. А вот остальным лидерам предстоит тройная вокальная дуэль, в которой они выяснят, кто из них заберет вторую путевку в полуфинал. Ваши результаты исчезают и больше не имеют значения. Сейчас вы будете набирать баллы заново. Первыми начнут Александр Ёлкин и Роза Туаева. Приглашаю вас, ребята. Ну, а ты посмотрим. Хорошо, они сейчас тепленькие как раз. Здравствуйте, Роза. Здравствуйте. Александр, да. Ну, удачи вам, ребята. Спасибо. С Богом. Вау, это неожиданно. Горели листья в праздничном огне. Да, молодец! Раскрылся! И осень молча любовалась леса. Аккуратненько, молодец. Он первый раз в любви признал все ей. Мы бы не услышали это, мы все время думали, что девочка такая классная. Я вызывал ее своей принцессой. Глаз! Мне казалось, не настал мой час, Что о любви еще мне думать рано. Я отвечала весело смеясь. Что ты герой, не внимая его романа. А завтрашнем не размышлял о дне. Любовь не берегла и не жалела. Не заметила прозрачном свете, Как ты нашел другую королеву. Сама свою любовь не сберегла. Смеюсь висече, а на сердце рано. Я слишком поздно поняла. А здесь он хочет лучше, чем она. А здесь он такой. Нет моего романа. Я скоро заплачу, у меня такой скил. Я слишком поздно поняла. Что без него не на его романа. Я слишком поздно поняла. Здесь Александр так замочил просто. Итак, это было дуэльное выступление Александра Ёлкина и Розы Туаевой. Посмотрим, чем им ответит юный Федор Шпагин. Федя. Вот слушайте, насколько сейчас сложно Федору. Его возносили, возносили. И тут вдруг вот такая ситуация из-за него, по сути, из-за его оценок. Что у него сейчас на душе, представляете? Ему будет очень сложно. Я боюсь, что он просто не справится с этим. Феденька, удачи. Давай. Спасибо большое. Дорогая сотня, спасибо огромное за еще один шанс. Сейчас я постараюсь всю свою энергию отдать каждому из вас. И бандана Хабиба мне обязательно поможет. Бандана Хабиба мне обязательно поможет. Крутой парень. Да, Федор, молодец. А вот это неожиданный поворот. Вот это охрененно. Нет. Нет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо большое Разрыв Это самый неожиданный поворот сейчас был вообще Молодец Спасибо большое Артист Артист Просто Душка, душка А вдруг раздал всем За образом ангела Наконец-то мы увидели Немного чертинки Я бы сказал Вот это было хорошо Ну молодец Федор, поздравляю Браво, браво Занимай свое место Вот это юбилейный сезон Вот это дуэль Вот это батл Сотня Что вы творите Что творят наши участники Мне кажется Еще немного и стена бы рухнула Двое дулянтов уже выступили Мы приглашаем на сцену Марию Семенову Ну сейчас ее шанс Давай Мария, здравствуйте Здравствуйте, Николай Удачи вам Спасибо Сотня Ух, Мария Марии вообще непросто Сейчас надо что-то сделать Феноменальное Блин, она тоже классная Ну что сделает Ну что сделает Я даю тебе all the love I had in me Now I find your light And I can't believe the truth Time after time I've tried to walk away But it's not that easy When you're sold and torn to So I'll just resign myself to it Every day So I can do If you leave it up to you Oh, you better stop Before you tear me all the blind You better stop Before you go and break my heart You better stop If you love me Now the time to be sorry I won't believe it That I cannot stay Baby, yeah Я не могу Неожиданно закончилась песня Просто для меня потрясающе Да, вообще потрясающий для всех. А этот вообще... Спасибо большое. А этот, как этот... Я не знаю, как называется этот вид спорта, когда вы выбросили этот звук, он просто вылетел куда-то. Это невероятно было. Огромное вам спасибо. Браво. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Проходите на свое место. Валерьянка запахла. Это мне. Да? Ну что, друзья, сегодня у нас удивительный отборочный тур. Такого я еще не припомню. Мощнейшая дуэль. Потрясающее выступление всех участников. Так и должно быть в самом мощном вокальном проекте страны. Ну-ка все вместе! В пятом юбилейном сезоне нас не перестают удивлять ни участники, ни эксперты. И нам это нравится, дорогие друзья. Ну что, настало время. Увидеть результаты. Я прошу всех обратить внимание на тумбы. Мы увидим результаты одновременно и сразу поймем, кто получает вторую путевку в полуфинал. Сотни, вы готовы? Встаем, встаньте, 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 встаем. Покажите результаты на тумбах. Мария Семенова, 85 голосов. Федор Шпагин, 94 голоса. И дуэт. Роза Туаева и Александр Ёлкин, 98 голосов. Я приглашаю вас сюда, на эту сцену. А также прошу выйти Бека Исраилова. Спасибо тебе большое. Я люблю вас. Мария Семенова и Федор Шпагин были в шаге от полуфинала. Спасибо большое. Это потрясающий праздник музыки. Это случилось благодаря вам в том числе. Да, я хочу сказать о том, что это была невероятная программа, невероятный батл, тройной батл. Федор вообще с другой стороны раскрылся. Ты уже не Федя, ты Федор сейчас после этого выступления. Федор. Я что хочу сказать. В правилах... Есть такой небольшой крючок, что мы по традиции, когда пройдут все отборочные этапы, мы особо полюбившихся и тех, кто мог бы еще о себе как-то заявить, возвращаем в полуфинал уже. Поэтому пока раньше времени расстраиваться не стоит. Вы точно и Мария, и Федя запомнились нам. Но... Но мы должны еще посмотреть других ребят в других отборочных турах. И потом уже будем принимать решение. Поэтому раньше времени не расстраиваемся и просто благодарим вас за эту невероятную борьбу. Спасибо вам. Так что не уезжайте из Москвы, держите телефон включенным при себе. Может быть, мы вам позвоним. Будем ждать. Спасибо. Спасибо огромное всем. Спасибо. Спасибо, друзья. Ну что, победители сегодняшнего выпуска находятся рядом со мной. И я прошу спуститься к нам лидера сотни Сергея Лазарева. Ну вот мы и узнали имена новых полуфиналистов. И все идет к тому, что конкуренция там будет не шуточная в этом полуфинале. Согласен ли со мной лидер сотни, Сергей? Да, я согласен. Но конкуренция стимулирует прогресс. А прогресс-то прекрасно и интересно. У нас будет очень интересный полуфинал. Спасибо огромное сотне. Сегодня было крайне тяжело, но я вас благодарю за хорошо выполненную работу. Спасибо. У нас замечательные полуфиналисты. Я хочу поблагодарить Хабиба. Спасибо, Хабиб, что ты был с нами, что столько дал нам радости, позитива и энергии. И, конечно, преподнес замечательный подарок Федору. Я думаю, он ему еще поможет. На следующей неделе еще два вокалиста получат заветные звания полуфиналистов. А вы, дорогие зрители, получите удовольствие от самого масштабного вокального проекта «Ну-ка, все вместе!» Увидимся ровно через неделю. Я уверен, что с каждым выпуском вы будете понимать, что это мега-супер-потрясающе-талантливое шоу! Мега-супер-потрясающе-талантливое шоу! Через неделю жду вас, как всегда! Федор-поцикл! Айф! Мега-супер-потрясающе-талантливое шоу! Продолжение следует...